Всем привет! В общем, тут на днях попал я в ЧСВ список медиков, это значит, что они не оказывают мне никакие медицинские услуги, даже если я попаду в ДТП, то мне придется ждать, пока я от амнистику кровью и не умру. Мне такие расклады, естественно, не нравятся, поэтому я решил из этого списка выйти. А как именно я буду выходить из этого списка, вы узнаете из этого видеоролика. Приятного просмотра! Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Нихера не видно. Так, мне куда... Сейчас чисто, да. Я смотрю в сторону, да, я смотрю в сторону в лунтиков, буду говорить, что что-то поедет в ваша сторона. Рейл, если что-то поедет с той стороны, попробуй задержать как-то, не знаю, привлечь внимание на себя, чтобы заинтересовались тобой. Понял. Взяли клиентов? Да. Сколько человек? Два. Лично едем на скалы тогда. Так, вот впереди меня слева стоит сосна, вот это вход в пещеру. Сейчас я припаркуюсь прямо там, плотную, и заминирую машину. Под черный Джимси бомба. Так, товарищи, без паники, где вход? Вход где-то здесь. Только аккуратно, не убей никого, блин. Я стараюсь. Мне уже не нравится, что я тут вижу. Нормально, как-то. Стойте на месте, главное. Так, вы пить есть не хотите? Сразу спрашиваем заранее. Пить кушать надо, надо очень. Я же спросил им, надо пить или нет. Смотри, хорошо, мы тебя оставим, смотри, что ты сейчас делаешь. Сейчас, сейчас, сейчас. Короче, смотрите, кто из вас по телефону сейчас будет разговаривать? Нам нужен человек, который сможет говорить по телефону. А с кем? С медиками, с медиками, я не знаю, кто там был. Кто из вас будет говорить? Так, Алекс, Алекс, звони медикам по телефону. Скажи, тебе нужна помощь, пусть едут к тебе сюда. Не говори ничего, никаких подробностей, скажи, машина, битая в хлам, что-нибудь придумай. Координаты называю, верно? Конечно. Хорошо. Зайди. Так, парни, он звонит медикам, внимание. Да? Не выходи, скажи, пожалуйста. Здравствуйте, такая ситуация, попал в ДТП, никаких запчастей нет, машина в хлам, как бы, нужна помощь. Координаты назвать? А, все, хорошо, да, большое спасибо, ждем. Отлично, кто ответил? Парень какой-то. Джон Хемстон, медики приедут, слышишь? Да. Вот того человека, которому там сидит, гачо, оружие, представь, к его голове. Сейчас, короче, ваша жизнь, господа, зависит от медиков, на самом деле. Да, вот посмотрим. Я надеюсь, товарищи медики, да, бы, это, хорошее будет. Тихо, тихо, тихо. Ну, встретите, кто-нибудь привезите, только без оружия. А медики, скорее всего. Скеди встретишь? Без оружия только привезите, только без оружия, слышишь? Там, знаете, вообще, по-моему, приехали. А, это на УКЕ. Зовите сюда, его не знаю. Моя машина здесь, сюда идите, товарищ медик. Привет, медик. Мы тебя ждали. Так, я хочу, очень просто. Из ЧС меня убирайте, иначе у людей буду убивать. Ой, слушайте, это надо шефа вам сюда вызвать. Я-то не решаю. Сколько мне дать времени вам на это? А, сейчас я секундочку я гляну. Алик, стой на месте, не уходи никуда, иначе плохо все кончится. Сейчас, на камушек встану. Вы хотите... А, где вы, сэр? Вы хотите, чтобы он сюда пришел? Я хочу, чтобы меня убрали с этих сраных списков немедленно, иначе я начну убивать людей. И на этом я не остановлюсь. Смотри, мне товарищ Блокстоун говорит, что если мы его сейчас не уберем с особого стату... Ой, с черного списка, он начнет людей убивать. И это будет только начало. Мамы, скажите, что тут у заложники есть. Тише, тише, ребята, я не учусь. Ну, я в такой ситуации, что у меня тоже пушка у виска, так что тут не могу особо, типа... А тут что-то не работает? Джон, отойди в сторону. Пусти оружие. Что мне ему ответить? Если мне ответ не понравится, сейчас один из них отправится на небеса. Пусть нормально думает, как он поступит в этой ситуации. Смотри, он говорит, что если ты сейчас с ним определишься, один из людей умрет. Мне терять уже нечего. Сможет он с этим жить или нет, я не знаю. Я тут вообще переговорщик, алло. Так. Сейчас, сейчас я слушаю. Да. Что там, где этот поездик? Не знаю, какие-то левые люди катаются. Джон, возьми гача под прицел. Думало ли, сейчас что-то штурм медиков начнется какой-нибудь внезапный. Кто их знает? А гача-то это? Справа, вон он, справа, справа. Справа, куда ты смотришь? Куда ты побежал? Вот, вот он сидит. Так, так, да, да, да. Саш, сказали, надо 5 минут ему обдумать. Ему надо обдумать? Ну он просто не тут, а сейчас в Софии. Мы немножко общаемся с моим телефону. Так я говорю, он далеко сейчас в Софии. А у вас есть полномочия сделать то, что я попросил? Нет, нет, нет. Пять минут. Ну ладно. Пять минут мы дадим, хорошо. 20-50. 20, давайте, 20-55, сейчас я свяжусь с ним, подавай. Полицию лучше сюда не звать. Ну, там, он с начальником говорил, он что-то там думает. Пять минут мы дадим. Подожди, мне звонят, звонят, подожди, подожди. Да? Алло. Здрасте. Зачем вы похищаете? А, уехал. А это кто? Это полицейский департамент вас беспокоит. Откуда вы знаете, что я делаю? Потому что нам передали медики. Медики вам передали? Вы понимаете, что они сейчас своими действиями просто мы людей начнем убивать, если они идут не по нашим правилам, начинают играть. Нам нужна полиция. Мы будем, так сказать, вас обезвреживать. Какие у вас требования? Скажите, давайте я поговорю с медиками. Мы наши требования выдали медикам. Они должны их выполнить. Иначе я начну убивать людей. А сколько у вас людей? Ну, я... Вам все рассказать, что ли? Сколько у нас людей? Скажите, сколько у вас? Достаточно много. Заложников. Заложников. Предупреждаю, плохая идея. Ладно, будем ждать тогда. До свидания. До свидания. Решение не от вас зависит. Все хорошо. Медики же... Дерьмо, полиция позвонила. Видят же, где он находится. Медики позвонили, сказали уже, блин, слушай. Ну, у них в любом случае есть 3 минуты. Может, приехать не смог? Бак, нет. А что в 50-50-50? ЧСВ список называется у медиков. Каждые 10 минут, господи. Когда они слишком ЧСВ, они добавляют туда в этот список и не оказывают тебе медицинскую помощь. Попал ты в ДТП, они тебе не помогут. Нехороший список, короче. По какой причине? А хер его знает, я не знаю. А конечно, вроде должны на стенгазете писать причину. Ничего не написано. Ничего не написано, это хуево. Просто по приколу. Власть бьет в башку и начинает херней заниматься. Смотри, мы сейчас скорее вот этого гача подстрелим, но не до смерти. Чтобы их немного ускорить. Подожди, пока не надо. Да. Снова вас беспокоит детектив Игорь Филипенко. Здорово. Я слышал, что вы отпустили, так сказать, медика. Да мы его и не задерживали. Вы выполнили... Они выполнили ваши требования или... Не, медик... От медика зависит сейчас судьба людей, которые находятся в нехорошей ситуации. Это наша гарантия. Я вас понял. Вы их взяли как гарант того, что медики вас выпустят, так сказать. Нет, они должны выполнить наши требования. Мы сейчас будем звонить, спрашивать, что они там надумали. Ну, я вот сейчас на данный момент стою, так сказать, с главным. А где вы стоите с главным? Где он? Вот спросите, он будет выполнять наши требования, потому что время истекло, и сейчас человек умрет. Так. Так, он говорит, что на это надо достаточно много времени, чтобы... Я сейчас... Смотрите, я сейчас выстрелю человеку так, что он начнет истекать кровью. Через 10... Через 5 минут он умрет. Он говорит, нам не шеф передает, что он будет это делать максимально быстро, как сейчас только может не стрелять. Мы ему дали изначально 5 минут, и он ничего не сделал, поэтому я сейчас держу свое слово. Я пристрелю человека, но он не будет убит. Если он хочет ему помочь, пусть лично сюда приезжает и помогает ему. Найт, он хочет, чтобы ты лично приехал к ним. Доставка обратно будет? Да. Это прям радость. Так. Так, Джон, отпусти его. Слышишь? Главное, кнопку не перепутай. Гача, сейчас тебя подстрелят. Ну так, чуть-чуть. Я не хочу это. Но это будет не смертельно. Ты понимаешь? То есть ты... Да, ты будешь истекать кровью, все такое. Ну, ты постарайся выжить, окей? У меня, если что, вроде преталант есть. Можете у меня это взять. Гача, ничего личного, постарайся выжить. Это не смертельно. Так, все. Можешь, кстати, пока медика попробовать вызвать. Возьми там телефон. Следующая твоя очередь, если они откажутся. А нас же всего двое. Я знаю. Вы же не хотите умирать? Вы можете умереть, но вы же не хотите умирать. Нет, конечно. Или хотите? Вот, боритесь. Это долго выйдет для страховой. Две минуты. Его можно стабилизировать как-то там? Нет, только медик можно. Медики элементы. Жаль. Гача, постарайся, а не сдохнуть. Мы немного пострелили одного человека. Он истекает кровью, а от вашего решения зависит его жизнь. У нас еще один есть и еще один. Ваше решение какое? На подписание документы уже отправлены. Я хочу ознакомиться. Я хочу ознакомиться с документами. Какие президенты, блин? Что вы там мне рассказываете? Ну, смотрите, просто так... Я бы на тебе себе клагаю. Из данного списка, что он налагает. Просто так людей нельзя убирать. Очень здорово. Вы готовы взять на себе смерть всех этих людей ради какого-то ЧСВ списка? Серьезно? А я не начальник ЕМС. Ну, дайте подзатыльник начальнику, чтобы он соображал быстрее. Давайте, у меня еще много патронов, много людей. Можем, конечно, здесь просто оборону устроить. Сейчас. Сейчас сюда... Зачем оборону? Сейчас сюда едет коп с медиком, чтобы реанимировать этого гачо. И тут на месте сейчас, я думаю, договоримся, что будет дальше. Но я говорю, вам надо уходить отсюда, а я останусь здесь до последнего. Вышел один. Второй вышел. А кто там дыхает, да? Белая форма. Здрасте, аккуратно заходите. Да, да, да. И медик сзади меня идет. Ну, ты фигня. Медик, помоги человеку. Где он дыхает? Здесь он. А, да. Смотрите. Сейчас это будет выполнено, данное ваше требование. Так. Прямо вот уже выполняется, я бы сказал даже так. В течение, я думаю, минут, может быть, двух-трех. Вы увидите это на портале. Более точно можете уточнить вот данное. А это кто? Здрасте. Здретьте, здретьте. Вы начальник? Сейчас покажу. Да, да, сейчас покажу. Здорово. Скажите. Где моя справка? Не знаю. Выкиньте меня с ЧСВ списка вашего. Так вам нужно справка или ЧСВ? Ладно, справка в следующий раз. Мне нужно выйти с ЧСВ списка. Ага, ну, процедура уже идет. Какая долгая процедура. Хорошо, в любом случае сначала территорию покинут все мои люди. До одного. Я останусь здесь до последнего момента. Хорошо. Потом я выйду со всеми людьми отсюда. Все, принято. Если хотите, я могу остаться с вами. Отпустите только заложников. Заложники уйдут в самый последний момент. Я могу остаться вместе с вами. Я без заложников. Зачем? Зачем? Чтобы заложники жили, спокойно ушли. Они хорошо живут. Можете пока присесть, там, не знаю, у скалы посидеть. Мне так спокойнее будет. С пещерой? Ну да, где-нибудь сядьте здесь. Отдохните. Как заложник. У меня нету претензий к полиции. У меня к вам претензия. Если вдруг пойдет какая-то херня, я снова окажусь в ЧСВ списке, я просто людей буду убивать. Да, блядь. Прямо над выходом три копы стоят. Да хрен с этим. Нормально. Мы же стоят. Посмотрим. Проверить на портале, что вы удалены из черного списка. Я сейчас посмотрю. Так, смотрите по периметру, что-то происходит. Сейчас я планшет открою. Очень здорово. Так, ну я так понимаю, что у меня все-таки есть шансы вновь там оказаться. Но предупреждаю, что это плохая мысль. Надеюсь, этого не произойдет. Мы поняли друг друга или не очень? Не надо. Добавляйте. Так, хорошо. Правее, гораздо правее отсюда. Я вам так скажу. Но у нас человек смотрит за ним. Джон, останешься со мной здесь? Или будешь ходить с ними? Останавливаюсь с нами. Окей. Так, прием. Меня все слышат. Сейчас все грузитесь в какую-нибудь машину и начинаете уходить. Я надеюсь, полиция вас не будет трогать. Я пока остаюсь в пещере с сотрудником полиции и с заложниками. Слышу, Раиль, подъедешь. Забери у него тазер, во-первых. Первый, забери у него тазер. Уходите все. Так, вы отъезжаете? Там нормально все у вас? Да, я отъезжаю. Скажите, когда тогда. Окей, пять минут там. Сейчас тебе на замок, помнишь? Нет, уезжай. Где там машину? Фургон на улице забирай. Раиль, все нормально? Все, заебись. Так, еще один уходит. Его пропустите. Я один остаюсь. Слышу, Раиль, забери наш двунок. У вас на входе кто-то стоит? Это нет. Точно? На входе прям вот нет. Тогда небольшая зачистка. Вот еще. Так, теперь там точно никто не стоит, если кто-то там был. Вы свободны. Да, вы можете покидать. забирайте всех, забирайте всех, забирайте всех и уходите отсюда. Все, все, уходите. Там все сделайте. Блядь, пиздец. Все, парни, остался один и всех отпустил. Окей. На тайзере. Окей. Вы задержаны, гражданин. Все, что вы сказали... Главное не оказаться снова в ЧСВ-списке. Как вы умудрились оказаться в ЧСВ-списке? Я не знаю. Кто знает? Люди, которым власть дает в голову. Они знают. Значит, вы кому-то дорогу перешли? Пока еще нет. Так. Именем закон. Постартовал, тесно, гражданин Джонни Блэкс. Волне инкриминируется такое преступление, как одну тяжелую раненую гражданку, а также похищение двух гражданских, а также похищение медика, а также хранение нелегальных вещей. После тщательного рассмотрения дела и по совокупности данных преступлений вы признаны виновным и приговоритесь о хищении свободы на 60 месяцев в исправительном учреждении общего режима. Вам понятен приговор? Мне понятен приговор. Ваше последнее слово. Вам кто-то звонит, поэтому не буду отвлекать хорошего вечера. Так, я жду свои 20 отниманий. Хрен тебе там был. Ну вот как-то так, дамы и господа. Задача была выполнена. И списка меня убрали. Я потом проверил. В списке меня больше не было. Заложники все были свободны. Ну и по сути никто не пострадал. Главное, что мои люди были на свободе. И я сдался полиции, в общем, как и планировал. Потому что сопротивление там оказывать уже особого смысла не было. Вот, как-то так. Так что, надеюсь, вам понравилось. Пишите ваши идеи и комментарии. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok